Надо какого-то героя взять, ну, вот, а... Ну, они могут, типа, взять темпларку и как-то попытаться за сноуболить, но что-то как-то мне это не очень нравится. А, вообще не то, это просто сайленс на шторма. Ну, undeadов набрали, просто двух в конце, понял? Опа, король Ренат. А, погоди, опять Кингер! Кингер — это человек, который сменил 20 команд за 4 года, или что-то такое, у него реальный рекорд, по-моему. По количеству команд разнообразных, в которых он успел сыграть. Проиграет ли Дэнди мид, вот вопрос. Секунду времени. Возможно, есть. Селина, Дэнди нападает здесь, король Ренат. А он на батитке, а Дэнди приплыл. Но, правда, Дэнди пытается размен дать! Ну-ка, Даня! Нет. О, еще и Дастер ТП нажал на такой неприятный момент. О, Дэнди 5 уровня, а он не боится так подходить? Сейчас к нему присосется Банша и съест его просто. А он ТП делает уже сюда же. Идеально, идеальная игра от... Он же умрет от НГРа же. Идеальная игра от львовского профессионала игры. Ну, у него папок есть. Не-не, он все равно умер, забей. Ну, он хотел получить экспуз вот этой огромной пачки. Ну, я вот тебе скажу, что вот здесь есть в лесу стак. Там можно получить экспуз из 6 уровня и не умирать уже. Да, но NoFear продолжает делать неправильно, как мне кажется. Во-первых, у него 2 уровни Checker Magic, что является абсурдом. Короче, все, я репорт кидаю ему. Ну, какая вторая чакра Magic? Зачем? Типа, ты с первой волной... Вторая волна убивает рейнджа. Да, да. И вторая волна убивает рейнджа. И вторая волна, ну, просто позволяет тебе лучше дефать. Ну, вот сейчас ты сначала берешь вторую волну. А тебе первой чакры хватило бы делать то же самое. Да, но, правда, тут реально проблема, она прям видна. Почему-то Шторм с Марсом перестали фармить. То есть все было неплохо у них, и вроде карту более-менее захватили, контроль от B8. Ну, контроль или до определенного момента. Но сейчас мы видим, что у Шторма и у Марса уже денег меньше, чем у Тимбера неожиданно, которого все время бьют все. И как-то... Ну, то есть, как бы воевать... Чем воевать, если останется один Тимбер? Ну, нападают на Фанника, но это абсурд. Но его не убьют, на самом деле. Ну, даже если убьют, это очень много, очень много ресурсов потратят. По-моему, его даже не убьют. Да, его не могут... О, какой стан. Классная, да, странно. Все убегают. Не, ну, нападать на кастрюлю вот сейчас это абсурд, но... Он слишком толстый. Вот они, иллюзии. Вот они, на котла нападаете. Не хотят. Шторм, пошел, ну, в ка... Что за цель-то? Нет. Не, ну, а че... А на кого прыгать-то иначе? Согласен. Согласен. Ну, лучше не на... Вот, кстати говоря, насчет нападения на котла. У него действительно напали эти иллюзии. Больно ему делают. Какой-то защищать всей командой. Защитили. Но вообще иллюзиями, говорю, можно было бы не сапушить. Очень здорово. Хотя у них котл, им попроще. Так, в это время суши тут нападают. Ну, Ренат напал на Дендер. И... А, нет, это не Дендер, извините. Это Дастер. Не, он погиб. А, нет, это Сексифет он погиб. Дендер просто влетел, вроде адекватно даже влетел. Да, нет, да ненормально. Он на кучу маны влетел. Он именно кучу демеджа нанес в леталке. Блин, но у Денди проблемы у него маны. Нет, за ним влезаться. Да игрался он. Панька! Сейчас за доджет мини-прыжочком, смотри. Смотри, сотри, сотри, сотри. Салин! Че? Нееет! Ну, он пытался сыграть красиво. Ну, что, как-то... По-моему, гораздо профит не было вортекс нажать и тп. А, не и Салин. Ну, типа, и Салинс, и вортекс, вот. У него маны не будут остаться. Денди, так, по-моему, БКБ себе несет, или че? Или где, или как? Украл, кстати, ульту у Тимбера. У Денди курица, смотрите, находится. Ну, Даня! Кто? Даня! Он сдох! У него курица с БКБ! А. Она полетела. Смеешься над легендой? Я не понял. Ястреб. Ну, ёб твою мать. Ну, у него было БКБ уже. А он, я даже не видел, как он сдох. Я смотрел, где у него курица находится. Она просто в лесу где-то. Так, ну, в общем, не очень приятно получилось. Так, смотри, Секси Фет между темном и Аджиклова. Он уже, ой, обосрался. Ну, неудачно получилось. Не говори обосрался, он обосрался. Понял. А, так, проблема у РДО. Он пытается с кем-то... Букб, ты сгорел. Бля, это очень смешно выглядело, как он бегал. Честно. Но, он жив. Единственное, что с Секси Фетом пришлось БКБ нажать. А, хотя нет, пока нет, драка еще продолжается. Нет, все, закончилось. Тир-3 не полежет. И у Мэджикл ульт кончается. Букстрай. Нам не развели сейчас ДП на ульту. Да, да. А сами потратили толком ничего. Ну, типа БКБ Нарса и ульту. Но сейчас, для такой минуты у него маловато артов, чтобы бэковать. Так, опять-таки важно Дэнди. О, что делаете? Даня! БКБ. Лишнее БКБ. И это все они делают без Тимбера. Им пофиг. А, и Дэнди умер. Он пернул. А, он его убил. Как он умер? А, у Клокерка Аганим. Аганим у Клока. Вот и убил его. Вот и убил. А Дэнди не знал, видимо. Ну, то есть у Дэнди была фуллман, он мог улететь очень далеко. Сейчас Даня на фуллману. Ну, так и будет, да, на самом деле. Ой, не смог припечатать Мэджикла, это как вообще? И БКБ не нажал, и без байбэка. Боже мой. Даня, ну почему ты не влетел? А где Даня вообще? А Даня просто... Ты же с Фонтана мог прилететь. Он мог прилететь. На кого угодно и улететь обратно. У тебя БКБ ты не берешь. Ну, напал на Фанника, это не лучшая цель. Я вообще не понял сейчас, что сделал чел на этом, на Марсе. Он не смог каким-то магическим образом припечатать Мэджикла, хотя ставил барак. Он просто как-то мимо него прокинул Мэджикла. Ох, когда Даня не влетел на фул туда, все, ТБ ничего не нажал. Они же могли их убить здесь. Ну, конечно, если туда просто... Тут же есть четкая синергия с Дастером. Ну да. Дэнди, будут проблемы, есть БКБ. Жмет БКБ и улетел. У врагов есть БКБшки, Еулы и прочие радости. Так, Дэнди напал, и между прочим минус котел. Котел ничего не скатил, байбэка у него не будет. Иллюжен, больно, он там ДД у Лайтлиса. И вот он, РДО. Опа, давай, давай, как говорится. И РДО, он весь висковил. Бегалый полибар для ранжовый и очень долго. И Даня с фонтана сейчас должен. Сейчас прилетит, сейчас прилетит. Ты чего ты КП делаешь, а не с фонтана летишь? Непонятно. У тебя же бутылка. Так, а куда делается вообще? А, Лайтлис просто ушел с блинка. Я думаю, когда он делался, он просто ушел с блинка. Дэнди! Он как бы прилетел, поймал Сайленд, чуть не умер. Ну, не умер. Хотя бы не умер. Главное, что БК делает очень больно. Так, здесь саппорты. Опять тут саппорты почему-то по двое гуляют. Убивают одного. Котил пока жив. Лайтлис здесь уже. Ну, на самом деле, здесь без банши хастлеры. Я не знаю, это такая ошибка. Здесь же полуги всей, можно просто всех убить. Ну вот, например, уже умирает Лайтлис первый раз. А, нет, извините, показалось. Умирает. О, в Лотус дал ульт, РДО и ТП. И, ой, Себисон сбивает, он сдох. Какая нелепая ситуация. Но кто кинул Лотус, тот большой молодец. Потому что... Лотус был килл именно под каст. Если что, не заранее. Нужен тут отрабатывать, старается. Дэнди! Хайпанул. Хайпанул немножечко. Опа! Пригвоздила Кенгера, так, король Ренат погибает. Но, к сожалению, у Дэнни нету. БКБ! Ай, Даня, байбэк. Даня, байбэк! Красиво. Работаем. Работаем, работаем! Опа! Пошел, пошел. Ну, слушай, на самом деле умирает котел. Быстро Лайтлис всю жизнь выбивает. Мэтр, что он безультимативный уже. Можно как-то в эскиппе до второго... Слушай, он в эскиппе до вафли. Слушай, он без байбэка, кстати говоря. На 100 секунд лул. А как так вышло? Ну, посмотрим, как это работает. Не знаю. Тут на Рошан нападают. В принципе, у Хастеров все есть. И у Льдбанши, ну, можно сказать, что есть. Там 5 секунд, пока добежит, пока драка начнется. Она его нажмет. Залетает Клокверк. Стан. Отлично. Кенгер будет умирать. И Рошан будет умирать вместе с Кенгером. Сразу байбэк. Котел его будет тэппать. Сюда залетел. Ой, Дэнди успел съесть Сирочек. А Егис выбивает СРДО. Вот Дэнди под Сирочком. Так, Дэнди пока не особо ничего не делает. Надо как-то спасти РДО. А, рефрешер, что-то все жмет РДО. Боже мой. БКБ, брат. БКБ успел. Жесть, чел. Он реально успел все это нажать. И убегает опять из драки, потому что он всегда бежит. Я тебе говорю. Ой. Еще одна форма. Еще рефрешер. Еще форма. Еще БКБ. Еще ультимейт. Поехали. У ВК, у ВК нет байбэка. Нет ультимейта. Ой-ой-ой, он погибает. Где Дэнди-то вообще? Дэнди на базе! Он хилится. Ладно, Дэнди... Нет, Дэнди дефает базу. Он там трон реально тоже надо дефать. Здесь ТБ-то разберется и без Дэнди. Знают, что у ВК не будет байбэка. Кстати, говорят, что и у Клокерка нет байбэка. Мэджика пытается до конца драться. Но ему... Ой, как неприятно. Ему у него байбэк есть. Так слушай, в случае чего он просто труп. Ааа, нападают на Ти-клокера. У него 2 500. А, да? Он что-то перелад... А, я, я, наверное... Иллюзию. А, это Скади, наверное, был. Он перекладывал, он что? Скади был неважный. Да, 2 500 уже по-паянче. А Файник без байбэка сдох просто. Если чего. Да, Файник сдох без байбэка. И есть вероятность... Вот сейчас трон, да. Вызвалось, возвращайтесь, у вас есть всё. У противника нет глифа. Ну да, это просто трон. Просто надо просто бить трон и ничего не делать. Вообще ничего не делать, только бить трон. Нажать всем БКБ и бить трон. Не надо даже бить эту башню. Можно вот так убить, конечно. Ну, хотя она слишком быстро сдохла. Это ГГ. Это да. Не нужен даже... Ну, я говорю, по факту можно было никого не бить. Может, было просто сломать трон, потому что ничего там не сделаешь. Жёстко, жестко. Ну, там настолько на тоненького в той драке было всё. С этими Аигисами, сырами и так далее. Там, если бы ТБ не успел брожать этот рефрешер... Ну, короче, если бы он сдох, не успел бы дать Сандер и второй БКБ нажать, то, скорее всего, всё закончилось бы наоборот в этой игре. Далековато ушли эти, как их там, хастлеры. Далековато от Рошана ушли и пропустили момент, когда у Рошана уже как бы ХП кончалось, по факту. В итоге Клокерк залетел, но залетел плохо, потому что его просто моментально убили. И это не круто, конечно. Он байбэк, вот сюда Котлова, по идее, топнёт обратно, но всё равно инициатива просорна. Пока байбэк, пока пролетит. Вот, и вот он ТБ, он тут набрался Аегис, рефрешер, шарт, рефрешер. Он, видимо, не нажал БКБ, потому что перекладывал его. Ну, видимо, сейчас поймём, я просто посмотрю. Да, он переложил, смотри, рефрешер, шарт переложил, БКБ. Но он поздновато, типа, переложил его, да. Хотя, с другой стороны, он же нажмёт... А, ну нет, там будет, да, заблочено, но... Он появился, у него ещё рефрешер, шарт какое-то время. Он его жмёт. А, там одна секунда. Получает, что-то сейчас получит, да. Клокер к нему влетает, станет. Его опять в рстап вот куда-то. ВК залетел, застанил. Стан отличный от Дастера. Засейвил. И... А-а-а! 200 хп, БКБ, Сандер и... О-о-о! Не, ну тут... Тут настолько на тонику. Понимаете, у ТБ не было байбека. То есть, ну, например, предположим, Дастер бы куда-то прогадил бы стан до этого. ТБ бы сдох. Чуть-чуть там что-то где-то больше, ТБ бы сдох.